Приветствую вас. Ну, пожалуй, начать можно с того, что сказать так. Ложь, она бывает разная. И какую-то ложь, которая вам вредит, или которая вас унижает, или которая обозначает, что человек представал перед вами в совсем другом качестве, нежели, чем вы его видели. Или, например, такая ложь, когда человек обманывает вас в том, что заведомо знает для вас дорого. Такую ложь, конечно, прощать нельзя. Но очень важно, что именно вкладывать в это понятие. Нельзя простить такую ложь. То есть необходимо понимать причины в жизни. Человек, который лжет, это человек, который хочет казаться, а не быть. То есть, врун, лжет, это кто? Это тот, кто, по сути, хочет быть тем, кем он не является. По сути, вруны, это невротик. Говоря языком психоаналитиков. И у таких людей есть серьезные проблемы. Давайте подумаем вот как. Так, если представить себе такого человека. Представить себе, что у такого человека действительно есть проблема. То совершенно очевидно, что одновидеться к нему так, как относитесь вы, то есть, столь серьезно, нельзя. Такого человека можно пожалеть, на такого человека больше нельзя полагаться. Но, когда вы говорите, что я ненавижу, когда лгут, это говорит о вашем личном отношении к феномену лжи. И именно ваше личное отношение к феномену лжи заставляет вас испытывать такие трудности. Ложь, она бывает разная, как я уже сказал. Бывает такая ложь, которую, в принципе, можно простить. Это ложь по мелочам. Да, это иногда, в исключительных случаях, ложь во благо. Но это, безусловно, нужно обсуждать, что еще ложь во благо для каждого человека. Потому что это очень такие тонкие достаточно материи. То есть, знаете, если вы любую ложь ненавидите, то у вас, очевидно, есть определенные страхи, у вас, очевидно, есть определенные какие-то негативные переживания, которые связаны как раз вот с ложью. И для того, чтобы адекватно рассматривать данный феномен, вам все же будет лучше проработать, сперва, именно этот момент. То есть, момент, посвященный именно тому, откуда такая ненависть уже. То есть, понятно, что хорошего в этом нет ничего. Но и ненавидеть это тоже не стоит. То есть, вы определенно вкладываете для себя какой-то вот чрезмерный смысл. Может быть, чего-то боитесь. Может быть, у вас ассоциации. Может быть, обиды какие-то остались. Может быть, есть такая проблема, что вы... Вы или вам кажется, что когда вам могут, что как-то, знаете, как-то, ну, вас, например, унижают, да, как-то задевают вашу самооценку там, самолюбия и прочее. Тогда это неуверенность в себе и, соответственно, с этой неуверенностью в себе уже нужно работать. Вот. И вы воспринимаете ложь как предательство. Давайте не будем путать предательство и ложь. Ибо вещи это все же разные, хотя ложь является более тщательным проявлением предательства, но не всегда. Поясню свою мысль, чтобы вам было более понятно. Значит, смотрите. Когда человек предает, он предает всегда по ошибке, по незнанию, по увлечению, что человек всегда сожалеет о том, что сделал. Если кто-то делает какие-то вещи и не жалеет об этом, то это не предательство. Это просто человек действует в своих интересах. И уже вы несете ответственность за то, что не увидели подобного. Уже вы несете ответственность за то, что не смогли расглядеть, не смогли разобрать, что другой человек близкий вам к человеку. Как-то вот ведет себя совсем не так, как, ну, например, вы того хотели. И вот это нужно понимать, что раздифференцировать в данный момент. Вы говорите, я не умею прощать ложь. Прежде чем учиться прощать, нужно понять, что без четкого представления о том, почему человек лжел. Именно почему. Ага, без четкого представления о целях лжи. Естественно, прощения не будет. Вы поймете, что простили человека только тогда, когда либо вам это будет не важно, то есть факт, лжи будет не важно. Человек докажет вам, что ложь не изменила его отношение к вам, и что ложь больше не повторится. Или вы поймете помещение его поведения. Поймете, чего он хотел добиться, чего он хотел достичь, когда вам лгал. Вот это то, что вы можете сделать, значит, конвекция шагов к обучению, к умению прощать. Далее. Вы пишите, как быть. Ну, наверное, наверное, единственное, что можно порекомендовать здесь, это избавиться от именно нервисти. Нервисти к лжи. Потому что ложь, это неизменный спутник человека. И сказать о том, что есть люди, которые никогда не уходят, наверное, нельзя, потому что иногда бывают ситуации, когда приходится солгать, так или иначе. И здесь уже встает вопрос, на какую ложь распространяется ваша ненависть. То есть, вы не любите ложь вообще, или вы не любите только, когда лгут вам, но при этом спокойно относитесь к лжи, которые, например, ну, допустим, которые, например, направлено там не на вас, а, допустим, на, ну, на других людей. И тогда это получается, что у вас защитный механизм. То есть, либо от всего-то освещаетесь, либо через ненависть выражаете определенные реакции на неперезитые когда-то до конца эмоции, на не до конца осознанные и принятые эмоции, нанесшие вам такого рода травм. И в этом случае вам необходимо записаться на личную консультацию с экспертом, любым, который вам понравится, и, собственно говоря, работать с ним на эту тему, на эту проблему. И тогда уже вы сможете избавиться именно от ненависти, сможете более объективно воспринимать, когда человек говорит вам неправду и тем самым не будете рушить все отношения, которые можно сохранить, которые можно спасти. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительно остались, пишите в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.